Парни, привет! Сегодня я хотел немного рассказать про свою беззеркальную камеру, которую я приобрел в прошлом году, в прошлом летом. Это Panasonic G7. Сразу хочу сказать, что камера просто охеренная. Она крутая, у нее очень много возможностей. Она даже сегодня, в 2018 году, остается актуальной и будет актуальной. И в следующем году, и я думаю, через два года она будет по-прежнему актуальной. То есть, эта камера, которая опередила свое время, она была выпущена, насколько я помню, в 2015 году. Но у этой камеры есть и слабые стороны. И когда ты покупаешь какую-то технику, ты про положительные стороны и так прекрасно знаешь. Они разрекламированы, про них все говорят. То есть, про то, что здесь есть 4К, про то, что эта камера скорее видеокамера, чем фотоаппарат. То есть, про это все и так прекрасно знают. А сегодня я хочу рассказать вам про какие-то недостатки этой камеры, которые я выявил за какое-то время использования. Потому что технические характеристики ни о чем не говорят до тех пор, пока ты их в работе не попробуешь. Так вот, я могу сказать, что Panasonic G7 это та камера, у которой с качеством картинки все отлично. Это крутая и мощная камера. Но сегодня мы будем говорить именно про недостатки. Потому что про них вам не расскажут ни продавцы в магазине, ни те люди, которые уже купили эту камеру. Потому что, когда я, допустим, делаю обзор на смартфон и говорю, что у нее херовая камера, мне там люди пишут, что тут отличная камера. Хотя она здесь херовая. То есть, никому не хочется признаваться в том, что кто-то купил херовый продукт. Никто не хочет никогда себе признаваться в том, что он купил какую-то технику, у которой есть какие-то недостатки. Все привыкли хвалить свое болото. Но сегодня я вам просто расскажу про кое-какие недостатки, на которые вы должны обратить внимание. И условно назовем это видео «7 недостатков Panasonic G7». 7 каких-то нехороших качеств, про которые нужно знать и просто уже для себя решить, для тебя это критично или не критично. Потому что под одни задачи это подходит, под другие не подходит. Значит, первое – это размытие заднего фона. Здесь задний фон практически не размывается. То есть, если вы возьмете штатный объектив и начнете снимать фото или видео, то будет очень сложно с помощью него добиться какого-то более-менее сильного размытия заднего фона. Более того, даже если купить более светосильное объектив, размытие заднего фона по-прежнему не очень сильно выражено. То есть, покупая беззеркалку от Panasonic, неважно, эту модель или какую-то другую, с матрицей формата Micro 4.3, нужно иметь в виду, что размытие заднего фона здесь слабое. И если для тебя важно художественное размытие, его, конечно, можно добиться с помощью дорогой специальной оптики с большим фокусным расстоянием и с большой широкой диафрагмой. Но, допустим, на тех же зеркалках от Canon этого добиться намного легче. Значит, только что я говорил об оптике, так вот, дорогая и не всегда доступная в России оптика. То есть, если мы зайдем на сайт Связнова и посмотрим, то там очень редко в продаже есть фирменные стекла от Panasonic. И стоят они очень дорого. То есть, тот объектив, который я в себе приобрел на эту камеру, этот 14-миллиметровый блинчик с диафрагмой 2,5, он у нас здесь в России стоит порядка 20 тысяч рублей, плюс-минус там в разных магазинах по-разному. Ну, в общем, мне пришлось заказывать это с Южной Кореи через eBay, потому что там это хотя бы стоило более-менее каких-то приличных денег, то есть более-менее доступных, то есть 11 тысяч рублей или что-то в этом духе. Конечно, считается, что у Panasonic линзы доступные, то есть под этот формат Micro 4.3 много доступных стекол, считается. И по сравнению с Sony, возможно, они даже не такие уж и дорогие, но могу сказать, что вот после Canon, когда переходишь на Panasonic, то ты чувствуешь, что здесь линзы не настолько уже дешевые, они здесь дороже, и ты чувствуешь, что их просто выбора меньше, то есть в рознице, в нормальных магазинах типа Связнова практически их нет в продаже. Третий момент, про который я должен сказать, это цвета, как отображает камера цвета, то есть автоматический баланс белого, который здесь работает, он не всегда нормально отрабатывает. То есть после тех же систем Canon ты переходишь на Panasonic, ты обращаешь внимание, что здесь цвета более натуралистичны, конечно, да, но как бы иногда лица желтят на этой камере, иногда что-то происходит не так с цветами, то есть порой перед съемкой приходится очень долго повозиться с настройками, и то есть это не тот продукт, который подходит просто для того, чтобы взять и начать просто снимать, то есть здесь нужно поразбираться с настройками. И вот именно цвета мне не совсем нравятся. Недавно я узнал, что в Panasonic'ах стоят матрицы от Sony, и там тоже не все довольны цветами от Sony. Я не знаю точно, вот в Panasonic G7 матрица производства Sony, или от Panasonic, или еще от какого-то другого производителя, но могу сказать, что у Canon цвета интереснее. Это объективно и признается многими фотографами и видеографами. Четвертый пункт – это огромное количество настроек, и как бы это, можно сказать, минус для новичка, потому что новичок с трудом разберется с таким количеством настроек, то есть какие-то ручные режимы здесь очень сложно поддаются настройке, потому что настроек тут так много, что я бы сказал, что их слишком много, то есть хотя я достаточно глубоко разбираюсь в любительском сегменте, так скажем, в видеосъемке, но даже спустя год, после того, как я почти что по 10-15 съемок в месяц сделаю на эту камеру, я до сих пор не до конца разобрался со всеми настройками. Допустим, по тем же цветам здесь не только баланс белого можно настроить вручную, здесь еще можно фотопрофили поставить при съемке видео. Здесь огромное количество режимов автофокусировки, то есть какой из них как выбирать, то есть по идее надо бы инструкцию почитать, но я, как и водится, ее куда-то засунул, запсочил, и я не могу уже разобраться, я не могу, у меня нет времени разбираться с этим огромным количеством настроек, то есть я избавован эргономикой от зеркалки Canon, Canon 700D у меня была, и там просто несколько режимов, буквально несколько настроек, то есть там практически очень много камеры делают за тебя. Здесь эта камера, она как бы полупрофессиональна, она, конечно, в любительском сегменте, но она подбирается к профессиональному сегменту, и именно поэтому для тех, кто любит просто нажать на кнопку и записывать видео, может быть лучше будет купить или видеокамеру, или на худой конец, допустим, беззеркалку от Canon, или зеркалку от Canon, то есть сейчас вот и беззеркалки появились. Как я и говорил, есть фотопрофили, есть, значит, как ее там, настройка баланса белого, настройка, как бы классические настройки экспозиции, но это понятно. Есть еще на настройке теней, как отображаются тени, есть какие-то фильтры, то есть как это все долбится друг с другом, и как это все выставить, чтобы оно выглядело красиво по итогу, то есть не всегда ясно. И вот это вы должны иметь в виду, потому что как бы когда у тебя задача просто достать камеру и снимать, у тебя порой не бывает времени настраивать. Здесь есть, конечно, интеллектуальный режим автоматической настройки, но если хочешь развиваться в видеографии, то тебе придется копаться глубже, а настройок здесь так много, что ты можешь просто закопаться здесь. Пятый пункт, и это боль. Автофокус. Автофокус Panasonic G7, что-то он работает через раз, и какие-то режимы нормально отрабатывают, какие-то не очень. Ну, во всяком случае, у меня частенько бывало, что я что-то снимаю, а у меня в фокусе задний фон. Вот это мне не по душе. И многие отмечают, что Panasonic у них есть беда с автофокусом. И я так и не понял, как это работает. То есть иногда все отлично с автофокусом, а иногда полная лажа. То есть и дело в том, что на маленьком поворотном экране ты не всегда видишь, что в фокусе, что не в фокусе. И выручает только то, что здесь большая глубина резкости, слабая боке, большая глубина резкости, и попасть совсем уж и в расфокус здесь сложно. Но такое у меня бывало. Шестой пункт – это хрупкий корпус. Хрупкий корпус, ну, что можно сказать? То есть корпус здесь не сделан, как у профессиональных камер. Он здесь пластиковый, хрупкий. Я думаю, что эту камеру нельзя ронять. И переключатели здесь какие-то хлипкие. То есть с этой камеры нужно обращаться крайне аккуратно. То есть здесь нет никакой пыли защиты, удара прочности или чего-то такого. Но я не думаю, что даже профессионалы сильно кидают свои профессиональные камеры. Даже если там магниевый корпус, сломать можно всё, что угодно. Но, тем не менее, эта камера не выглядит прочной. Она, скорее, выглядит как игрушка. Ну, конечно, обратной стороной медали является то, что она лёгкая и компактная. Это да. Но в то же время она очень хрупкая и какая-то вся пластиковая, дешёвая. Материалы не чувствуются как дорогие и надёжные. То есть в этом отношении фотик, конечно, требует бережного обращения. То есть какие-то дожди, туманы, какие-то там, я не знаю, грубые обращения. Я думаю, эта камера долго не протянет, если с ней грубо обращаться. Следующий аспект. Я бы сказал, что здесь есть небольшие проблемы по эргономике. Это седьмой пункт. И, скорее всего, это скорее придирки, чем реальные минусы какие-то. Но, тем не менее, есть какие-то вилочи, которые меня раздражают. Например, у неё вот здесь вот сбоку висят такие штучки для того, чтобы нацепить ремешок. То есть они болтаются. И когда ты идёшь с камерой и снимаешь видео, то у неё, в общем, вот эти штучки, они звенят. То есть на видео слышно звуки от камеры. Сейчас я попробую заснять, как это выглядит, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Кому-то, может, это нравится. Но некоторые прям сразу выламывают эти штучки. Ну, в общем, мне не совсем по душе, как это всё сделано. То есть она болтается. Почему нельзя сделать карабины, как вот сделано на гэнонах, допустим. Ну, конечно, это придирки. То есть это уже мелочи, по сути. Ещё из условных недостатков я бы отметил то, что у неё под низом находится порт, порт, в котором, значит, сейчас покажу. У неё под низом находится флэш-карта. Вот она. Она находится вот здесь, рядом с батарейным блоком. И это, ребятки, неудобно. Это мелочь, но, как бы, она свойственна самым бюджетным камерам. И, как бы, когда ты работаешь постоянно с камерой, то тебе удобнее, когда у тебя модуль флэш-карты находится вот здесь. Кстати, это проблема не только Panasonic G7. Например, у конкурента, у этой камеры, Canon 200D, по цене конкурента, я имею в виду, то есть по цене они сейчас примерно одинаково стоят. Там тоже вот этот модуль карт памяти находится снизу. То есть это, ну, это, как бы, мелочь, придирка, но не совсем это удобно. Вот. Ну, вы можете видеть, сколько всяких крутилок, переключателей, сколько всяких вот, как бы, всяких колёсиков. И, ну, я бы не сказал, что это шибко удобно. Вот, когда ты переходишь на Panasonic с зеркалки от Canon, то ты понимаешь, что Canon, хотя там слишком мало настроек, но ты понимаешь, что Canon делали люди и для людей. То есть, хотя там настроек мало, но там многое отрабатывают автоматически. Тот же баланс белого очень хорошо работает автоматически. И, по сути, там тебе не нужно всяких крутилок, всяких таких вот примочек, чтобы, как бы, слишком гибко что-то настраивать. Canon, они, как бы, заточены на деньги. И они предлагают тебе приплатить побольше денег, если ты хочешь побольше настроек. Вот. Но в младших моделях зеркалок от Canon там настроек мало, но они, по сути, это и не нужны. То есть, там те же цвета автоматически нормально настраиваются. Там есть несколько профилей по цветам, по балансу белого. Ты выбираешь, что больше подходит. И там всё автоматически неплохо смотрится. Вот. Здесь же настроек дохренище, но порой, чтобы понять, как выставить цвет и как выставить эти настройки, чтобы они друг с другом долбились, нужно какое-то время. И, допустим, представьте себе видеографа, который снимает свадьбу, например. И представьте, если он по незнанию возьмёт эту камеру, допустим, по неопытности, и заснимет эту свадьбу, и у него там у всех людей будет оранжевое лицо. Это выглядит не очень. И панасоники, вот по цветам, они порой желтят. То есть, есть такой эффект. Вот. Ну, я немного заболтался. Ещё хотелось бы у этой камеры видеть встроенный стабилизатор в тушку, но есть камера, такая же, как Panasonic G7, у которой уже есть стабилизатор. Я забыл, как называется модель. То есть, то ли G80, то ли G85. Ну, в общем, вы поняли, что есть как бы аналог Panasonic G7, более современный, более как бы новый, который сейчас до сих пор в продаже. И там уже есть этот встроенный стабилизатор, и та камера уже как бы ещё поинтереснее, чем G7. В заключение хочу сказать, что Panasonic G7 – это охеренная камера. Она по-прежнему очень крутая. Я не сожалею о её покупке. Ни в коем случае. Ещё я хочу сказать, что здесь дохера просто преимуществ. Эту камеру по качеству изображения западные блогеры сравнивают с камерами, которые стоят в 4, в 6 раз дороже. Или даже в 10 раз дороже. То есть, если G7 стоит 500 долларов, или около того, то эту камеру порой сравнивали с камерами, которые стоят и 3000, и 5000 долларов. Вот. Эта камера очень мощная. Она даёт за очень маленькие деньги очень широкие возможности. Здесь есть поворотный экран, здесь есть вход под внешний микрофон. Здесь можно просто обдолбаться с этими настройками. Просто рай для технократа. Но вы должны, покупая эту камеру, иметь в виду, что это не камера для всех. То есть, это камера для тех, кто любит разбираться. Это камера для тех, кто готов мириться с плохим автофокусом. Это камера для тех, кого устраивает отсутствие стабилизатора и прочих вещей, о которых я сегодня говорил. Я ни в коем случае не хотел в этом обзоре необоснованно ругать эту камеру. Камера офигенная. За эти деньги вы не найдёте ничего лучше. Если посмотреть на Sony, то там тоже есть проблемы и намного хуже, чем у этой камеры. У каких-то моделей матрица перегревается, у всех Sony нет поворотного Full Articulated Screen. Оптика там стоит ещё дороже. И тоже есть претензии по автоматическому балансу белого. То, что лица людей на Sony тоже не очень хорошо порой отрабатываются. Это называется скинтонами. То есть, камера супер. Она просто огонь. Она как бы сочетает в себе огромное количество преимуществ, такие как лёгкость, компактность, функциональность. То есть, это мощный инструмент. Но, чтобы его освоить, нужно время и много практики. Покупая похожую камеру от Panasonic, нужно иметь в виду, что это камеры для тех, кто любит разбираться в деталях. На сегодня всё. С вами был Олег. Увидимся в новых видео. До встречи. Пока.